МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России отрасли демонстрируют наибольший подъем. Это сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и торговля. Почти 5% рост в обрабатывающей промышленности. И тут увеличение объемов зафиксировали в 14 областях. Внешний товарооборот с января по август приблизился к 92 миллиардам долларов. При этом доля экспорта превысила 3%. В госбюджет поступило почти 15 триллионов тенге. В структуре расходов приоритетными остаются социальные обязательства. Большая работа проделана по возврату активов. Это было поручение президента. За 9 месяцев доход государства обратили активы на 265 миллиардов тенге. Из них 177 миллиардов в денежном выражении. Куда направят эти средства? Прежде всего, на социально значимые проекты. Уже строят в центре реабилитации образовательные и спортивные объекты. Президент поручил активизироваться. Важно поддерживать бизнес и внедрять инновации, чтобы обеспечить устойчивый рост. На неделе в правительстве назвали регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. К последним отнесли 5 областей. Речь об Атыраусской, Мангостаусской, Жамбулской, Западно-Казахстанской и Ахмолинской. Над чем предстоит работать с Акиматом, расскажет Путагос Базарбаева. Увеличение показателей, по данным Министерства нациоэкономики, обеспечил несырьевой сектор. В сельском хозяйстве рост в сравнении с прошлым годом на 11%. В строительстве больше 10%, в сфере торговли 6% и в обрабатывающей промышленности почти 5%. Здесь улучшились показатели в металлургии и машиностроении. Кстати, добыча нефти и угля не намного, но снизилась. Высокие показатели демонстрируют сфера строительства. За 9 месяцев года построено почти 12,5 миллионов квадратных метров жилья. Это на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Помимо жилищного строительства, масштабные инициативы реализуются в транспортной и социальной инфраструктуре, в модернизации инженерных сетей. Положительная динамика отвечается в 18 регионах. Именно в несырьевых отраслях отмечен и рост инвестиций. Больше всего вложено в сферу связи, образования и здравоохранения. Но в то же время половина регионов работу по привлечению капитала в реальные секторы экономики провалила. Профильным ведомствам и местным акиматам поручено содействовать бизнесу, расширение рынков сбыта и продвижение экспорта продукции. Надо искать зарубежные предприятия для релокации производств и содействовать увеличению локализации на действующих производствах. Всем ставлю задачу до конца года обеспечить исполнение целевого индикатора по инвестициям в основной капитал, в том числе в АПК, транспорт и логистику, а также водоснабжение и электроснабжение. Регионам нужно сконцентрироваться на обеспечении стабильности цен на социально значимые товары. Скорректирована и концепция инвестиционной политики страны. Ее цель в ближайшие пять лет привлечь не менее 150 миллиардов долларов прямых инвестиций. Уже в этом году запустят 70 крупных проектов. Принята комплексная программа по поддержке малого-среднего бизнеса. И уже субсидированы около 18 тысяч проектов в стране. Потокос Базарбаева, Руслан Алиев. Для программы «Акценты». Вне повестки на неделю в правительстве рассмотрели вопрос отопительного сезона в Саране. Обострение ситуации премьер связал с отсутствием контроля со стороны Акимов. Как области, так и города. Министры энергетики командировали с проверкой, предупредив, что собранные материалы направят в правоохранительные органы. Виновных, если будет определен состав преступления, привлекут к уголовной ответственности. Уже на следующий день местные исполнительные органы отчитались. Все дома и социальные объекты подключили к теплу. Промышленные предприятия работают в соответствии с производственными программами. У всех есть необходимый запас топлива. По поручению премьер-министра, специальная комиссия в составе Министерства энергетики, руководителей региона, комитета атомного энергетического надзора проводит контроль ситуации над реализацией схемы теплоснабжения города Сарань. Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения и приняли следующее решение. Первое. До запуска центрального теплоисточника, центральной районной котельни, теплоснабжение города осуществлять за счет локальных котелин. Все котельные локальные, которые до этого были в резерве расположены и подготовлены, они запущены, сейчас они в штатном режиме работают, подают тепло в полном объеме. Уголь на этих котельнях в полном объеме имеется. Мы отслеживаем на данный момент температуру подачи тепла на всех котельнях. Там, где необходимо будет нарастить дополнительными котлами, эти решения уже приняты и в ближайшее время будут наращены. Жители задавали по двум котельным, которые ранее не существовали, но их переподключили на действующие котельные, поэтому там никаких вопросов уже не будет. А на неделю Лжас Бексенов посетил Пакистан. В Исламабаде он принял участие в заседании Совета главправительств государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Там же премьер провел переговоры с главой пакистанского кабмина. У стран огромный потенциал для сотрудничества, и это подтверждают цифры. К примеру, взаимная торговля с начала года выросла на 16%, составив около 40 миллионов долларов. Очевидно, что это далеко не предел. Так, Казахстан планирует нарастить объемы поставок по 85 товарным позициям на общую сумму более 490 миллионов на пакистанский рынок. Ключевая точка соприкосновения двух стран – агросектор. Только с января по август казахстанские сельхозпроизводители доставили в Пакистан продукции на сумму больше 7 миллионов долларов. Эксперты отмечают закономерные заинтересованности Казахстана в укреплении отношений со странами Южной Азии, учитывая их огромный торговый потенциал и географическую привлекательность. Потенциально Пакистан может стать серьезным торговым партнером Республики Казахстан. Почему? Потому что как раз-таки мы можем экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, то есть нефтехимия, металлургия, химическая, пищевая промышленность, фармация, транспортные средства. В целом это порядка 40 обработанных товаров. Порты Квадар, Карачи, Касим, они как раз-таки с одной стороны позволят продвинуть казахстанскую продукцию на рынке Пакистана и Южной Азии, и с другой стороны это как раз-таки вопрос глобальных логистических цепочек. В целом можно говорить о том, что перспективы существуют, перспективы полезны, и перспективы как раз-таки очень хорошо ложатся в стратегию внешнеэкономического позиционирования Республики Казахстан как крупного логистического хаба, через который дальше товаропотоки направляются в перспективные регионы мира. Разговор о перспективах экономического взаимодействия продолжился уже на площадке Совета главправительств государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил уже Азбектенов, на прошедшем этим летом в Астане саммите, в котором приняли участие президент стран объединения, лидеры заложили стратегическую основу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества государств-членов. Это особенно важно, учитывая колоссальный экономический потенциал ШОС. Сегодня на долю ШОС приходится 30% от всего объема ВВП в мире. Между тем, за прошлый год товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 6%, что служит еще одним подтверждением готовности нашей страны к расширению бизнес-контактами с крупными игроками глобального рынка. Многосторонняя кооперация сегодня – это один из способов позиционирования так называемых middle power state. Державы среднего уровня выстраивают сети и за счет взаимодействия на разных векторах, разных скоростях, выигрывают все. Это получается своего рода такая дипломатическая стратегия win-win. Инструмент ШОС позволяет создать ядро, актив, через который и достигаются взаимные выгоды, улучшается логистика, улучшается торговля, продвигаются как раз-таки интеграционные интересы. Через помощь друг другу мы получаем столь необходимую нам добавочную стоимость в наших товарах. А чем выше добавочная стоимость, тем выше маржинальность экономики. В своем выступлении Ужас Бектенов сделал акцент на развитие цифровизации и онлайн-торговли, модернизации существующих железнодорожных и автомобильных путей в рамках создания портовой логистической сети и взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики и инвестиций. Он также отметил, что тесное сотрудничество в таких сферах, как образование и здравоохранение, создаст благоприятные условия для устойчивого развития стран ШОС. Гульдана Хален, Анвар Абдрахманов, 24КИЗ. Около 300 тысяч гектаров орошаемых земель ежегодно остаются без полива из-за потерь в регационных системах. Такая цифра прозвучала на заседании правительства, где подводили итоги вегетационного сезона. Общая площадь посевов в республике почти 2 миллиона гектаров. И только четверть орошается с помощью современных технологий. Для экономии воды аграриям уже сейчас рекомендуют сокращать посевы с водоемкими культурами. По плану до 26-го года площадь Хлопка уменьшится на 36 тысяч гектаров, риса на 14 тысяч. При этом в Казалардинской области площадь риса не сокращают. Напротив, увеличивают за счет вторичного использования коллекторных вод. Как в целом завершили этот сезон в Казахстане, расскажет Сабина Палашкина. Во всех регионах Казахстана поливной сезон завершен. Несмотря на прогнозы о засухе, он прошел без осложнений, констатирует глава профильного ведомства. Аграриям подали почти 11 кубометров воды. Самые большие объемы получили крестьянские хозяйства Казалардинской и Туркестанской областей. Пришлось усилить водную дипломатию. Договорились с Узбекистаном. За полгода получили почти 4 миллиарда кубометров воды через Сырдарью. К концу поливного периода еще 500 миллионов кубов. По аналогичной схеме вода в нашу страну пришла из Кыргызстана. Согласно утвержденному графику, подача воды по межгосударственным источникам рек Шу и Талас на поливной сезон вместо ожидаемых 380 миллионов кубометров воды фактически Казахстан получил больше 400 миллионов кубов. Это почти на 95 миллионов кубов больше, чем в прошлом году. Благодаря этому фермеры смогли собрать урожай. Гермек Курманбеков ежегодно засевает рисом около 300 гектаров земли. Говорит, нынешний год порадовал дождями. В прошлое было сложнее. Он мог бы засеять и больше, но нехватка воды связывает руки. Каратайский район – единственный рисоводческий в ЖТСУ. За 30 лет посевы этой культуры сократились в 5 раз. На один рисовый чек необходимо 40 тысяч кубометров воды. Основная проблема у нас – нехватка воды, заиленность каналов, сбросов. Когда воды мало, мы пользуемся водооборотом, по переменке поливали. В это время заиленность канала чувствуется. Общая площадь сельхоземель в Каратайском районе больше 22 тысяч гектаров. Их питают два магистральных канала, построенные еще в 40-х годах. К их очистке приступили только в этом году. Канал был очень заилен, проходимость воды была очень низкая. Теперь, мы думаем, уже проходимость где-то на 2-3 раза поднимется. В данный момент работают две техники. Теперь воду остановили. Собираемся теперь еще две техники привезти. Надеемся, 25 ноября закончится проект. По району в этом году очищено более 300 километров. На следующий год подали заявку на очистку еще 200 километров. Ужас Бексенов поручил немедлить и уже сейчас приступить к подготовке к следующему сезону. Наполнить водохранилище, снизить потери воды в ирегационных системах, а также увеличить площадь порошаемых земель. Все эти задачи премьер-министр возложил на профильное ведомство. Очень важно экономно расходовать воду, стимулировать в этом вопросе не только население, но и в первую очередь бизнес. Поэтому немаловажным является достижение регионами индикаторов по увеличению площадей с применением водосберегающих технологий. Ряд регионов не исполнили планы. Это Костанайская, Восточная Казахстанская и Житусуская области. Данным регионам поручаю пересмотреть свои показатели и принять соответствующие меры, по их исполнению. К слову, площадь применения водосберегающих технологий в стране увеличит до 150 тысяч гектаров. Это поручение президента. Самина Балашкина специально для программы «Акценты». Такую уходящую неделю увидела команда программы «Акценты». Увидимся ровно через 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин